Если есть желание, я готова с вами поделиться информацией. По учебнику. Учебники, правда, старые. А какого года? Они написаны, что в ГОС, по факту, они новые, год, ну там, 2011, а содержание начала 2000-х. Ну, это, конечно, неправильно. А у вас и нет здесь учебника, ни одного информатики. Покажите, пожалуйста. Просто я была на послании Владимира Владимировича, и как раз речь заходила о качестве школьных учебников. Ну, вот, допустим, то, что раньше изучалось, с восьмого класса начинается сейчас, с седьмого класса, и даже, вот, допустим, Microsoft Office Word, изучаем, там рисунки даже по 2003-му офису. А вообще выпуск какого года? 13-й, да, он считается? Ну, это считается еще новым. Расскажите, пожалуйста, есть какая-то вообще потребность, чего-то не хватает, возможно? Чего не хватает вот в Богородке? Чего бы хотелось, чтобы для того, чтобы связывать свое будущее здесь, чтобы не думать о том, что айда бы заработать больше денег, да и уехать. Ведь каждый, наверное, задумался когда-то о том, чтобы айда в город бы уехать или еще чего-то. Вот. Вот наш самый главный вопрос, который для нас, для Богородского района, в частности для нашего поселка, это вопрос газификации. Если бы оно было, это кардинальным образом бы изменило жизнь населения. Оно бы облегчило труд этот для пожилых людей, для молодых, когда вместе с тем, что там они планируют, где они будут работать, как, у них там сам главный вопрос. Надо приходить во время домой, затопить печку и так далее, этому по-дому. Здесь и бытовые вопросы сразу же легче станут, и предприятия однозначно рентабельнее начнут работать даже на примере нашего предприятия. У нас котельная, угольная. Если бы был газ, намного бы облегчено, конечно. Беговую дорожку здесь бы просто у нас, ну, цель выполнена. Да, беговой дорожки здесь не хватает. Вот смотрите, что с беговой дорожкой здесь. А так у нас здесь, смотрите, какое место красивое. Территория зеленая. Были нет. Сюда вот и приходят, вон, ребята, как раз у нас пришли, вы занимаются. Есть такой проект национальное долголетие для пенсионеров. Вы говорили, что много очень населения, да, пенсионного возраста. Там тоже же есть проект, они там оборудование закупают и так далее. Не участвовали в нем? Нет, в этом мы не участвовали. Если есть желание, я готова с вами поделиться информацией. Просто я видела его реализацию в Фаленках. Погода прошла, с нас сейчас спросят за благоустройство, якобы у нас тоже нецелевые расходы. То есть это вот подготовка площадки. Да вот эту предку невозможно положить без основания, чтобы землю там бульдозером как-то выровнять, там вскопать. То есть вот они нам сейчас за это 400 тысяч вот возвратов. И представьте, 13 районов, у всех вот одинаковая проблема. Пришло два года, и сейчас вот эта государственная программа из нас просят по 400 тысяч возврате денег. Слушайте, ну это на самом деле проблема очень серьезная. Вы не первые, кто ее поднимает. Люди просто не хотят получать деньги по национальным проектам из-за того, что потом больше проблем. Это ненормально, конечно. Хорошо, очень хорошо, очень хорошо. Конечно, у нас, если бы была такая модельная библиотека, было бы здорово. Видели, где флажки? Это у нас вот Центр культуры и досуда. Они очень хорошо и работают, и желания у них есть, но у нас там и крыша протекает, и пол в зрительном зале требует замены, и одежда, сцены. То есть много. Мы пытаемся участвовать в проекте «Местный дом культуры» в этом году. Да, 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 вот в этом проекте будем участвовать. Но не знаем, как мы пройдем, насколько это возможно будет. О, вот это важный вопрос. У Жени, вы не первые. Уржун был первый, кто сказал, что такая проблема есть. Потом Белая Холуница, что формально получается, что вы ПГТ. И из-за этого в сельскую программу вы не попадаете. Вот эти по программе «Сельский дом культуры» не могут построить дом культуры. Все, я вас поняла. Спасибо. Очень красиво. Вы таких кукол много делаете? Да, первое. Вы знаете, я с Ингой общаюсь уже довольно давно. Просто мы первый раз только встретились. Вы же много делаете, да, Инна? Я посмотрела у вас на странице, там рукоделие есть, еще что-то. А вы, может, где-то выставлялись когда-то? Да, у меня была выставка. Где? В библиотеке. Я могу вам помочь? У вас очень красивая работа. Возможно. Ну что, как? Эмоции? Интересно? Да. Вдохновение какое-то появилось. Что самое интересное было в музее? Ну или в музее, или на производстве? А из кукол есть какая-то, которая любимая оказалась? Полиция? К разным знаковым событиям мы производим, вот уже наши художники разрабатывают, и предприятие производит как раз разная серия игрушек. Карта Виатской губернии. Символы Виатского края. Вот это есть. Здесь уже набор для рисования. А я так понимаю, это пословица, да? А, вот, супер! Смотрите, тут целая коллекция. Это герб. Ага. Это же идеальный подарок на 650 лет. Ну, они в любом случае будут сувенирку производить. Но что может быть лучше, чем вот это?